приветствую любителей научной фантастики и барабанов в эфире инженерный подход канал фигакс продолжаем любоваться почему-то застывшим пожаре стыковочным отсеком играть в аксион и сражаться с пиранези который медленно но неотвратимо на нас надвигается уж не знаю чем там дело закончится но возможно даже этот видос будет последним в нашем прохождении этой игры но это не точно мы не знаем что там еще нам приготовили сценаристы на новом пожарники приехали тушить но почему-то стыковочник с этого ракурса нифига не анимировал ну и пофиг если честно а вы устраивайтесь поудобнее нам сегодня предстоит сделать серьезный выбор хотя его уже сделал для себя но тем не менее надо будет обсудить хватайте ништя течки пристегивайтесь обязательно и всем приятного просмотра полетели они все нормально с этого ракурса тоже не горит так что это нормально из-за того что видимо игра перезагружалась такой вот произошел казус небольшой так тут уже чинят тут час потушит как мы знаем и принципе все пока больше никаких новостей у меня нет давайте паузу поставим время дорого между прочим есть у меня очищение хоть нам здесь нигде и не пишут но судя по тому как пиранези двигается в сторону рима у нас как бы по времени ограничения все-таки имеется какое-никакое я отключил ферму зерновую потому что у нас с учетом проапгрейджены фермы возросли сто десять процентов обеспечения едой одна ферма блин обеспечивает жрачкой 3123 человека я охренел здесь потихоньку строится огромный биотехнологический центр или как он там называется центр биотехнологии молода почти угадал сюда бы еще воткнуть конечно этот аккумулятор или еще что-нибудь да нам нужно аккумуляторов на пхать еще где-то на 600 клеток этим заниматься мы будем наверное в четвертом секторе для него почти собрали ресурсы осталось всего ничего но тут сами понимаете в конце серии вмешалась вот эту гадость я почему-то не учел что рабочих будет не хватать не уследил за этим много зачем не уследил поэтому такой косячок произошел но вроде бы офигеть корпус алё блин а вот это уже хреново слушай эдак мы доиграться можем час но надеюсь там все в порядке давайте почитаем что на ромале происходит администратор здесь нет планеты там говорили что-то про отключение это на причем отключить его можно только через корпус жилета сюда вынесли солнечные кстати их еще строить и строить но как бы уже не нужны как ни странно о о да давай блин 0 8 зацикл баланс минус 0 20 ну переживем там заодно дочинит все вырубаем нафиг этом короче кто бы мог подумать да что нам все время врали только не понимаю мотивацию вот этого вранья во первых во вторых я не понимаю вообще тут я так понял две концовки может быть да мы остаемся людьми селимся на ромуле либо мы становимся растениями и селимся на реми с пиранезе в любом случае нужно бороться видимо вот так да 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 не переживай сейчас все будет сейчас мы это дан выключим выключили что давайте давайте вырубайте его нафиг новый реквест чего надо я вас не виню но предупреждаю ванир доус предрекал что если команда людей найдет ромал их будет непреодолимо тянуть к нему согласно прогнозам долл с какой-то момент люди в системе илья попытаются колонизировать ромал это попытка будет неудачные все умру параметры планеты неподходящий плохой баланс ресурсов суровые условия жизни бактериологическое заражение цикла дня и ночи несовместимы с биологией человека не говоря уже о том что планета совершенно не готова администратор спасите экипаж текуна остановите процесс который отнимет у меня мою жизнь но как бы понятно что эдон предпонимает все чтобы выжить это программа это все равно и бездушная машина которая блин вы закончите сегодня вам еще ремонтировать пикеть блин мы сейчас без корпуса останемся алло у меня сохранение то есть если что ой же есть выжить давайте чините скорей новая цель земля обетованная подготовьтесь к колонизации ромула колонистов надо еще готовить блин чё там а фигня сейчас сделаем мы экипаж корабля архимед будем управлять процессом колонизации у нас есть доступ ко всем данным ромула никакие протоколы дана больше не помешает нам попасть на планету я мотивацию все равно не понимаю этой фигни то есть сидит там на земле этот вот который голос который все это основал да он подумал что блин планета к конечно может быть но нет не хочу чтоб люди на ней жили хочу чтоб жили на рэме и все тут откуда он на хрен знал какая-то планета он на ней не был чё за чушь начать следует создание необходимой инфраструктуры однако есть небольшая проблема атмосфера ромула затрудняет массовое переселение на планету использование грузовых кораблей приведет к потере 70 процентов колонистов из-за хлора верхних слоях атмосферы возникнет сильный аэродинамический нагрев на который грузовой корабли не рассчитаны да 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 готовьте у меня колонисты в первом сидят они вроде есть и до 210 штук пусть занимаются тут летать недалеко меня еще другой интересует у нас прочность корпуса прям вот вообще все в нулях мы конечно не замедлили падение прочности но были это прям вообще капец вот это прям меня очень сильно напрягает мы прям на грани 4 сектор готов тем временем как бы сейчас перезагружаться не пришлось со всеми этими вашими секторами раз-два-три столовая 4 все все прокладывайте дороги туда-сюда сюда вот так вот так можете сделать и наверное вот так пока хватит сектор 4 сплавы не нужны пища 60 сюда надо и я же поставил 60 чем проблема 60 все доставят распределят закинуть все нормально правда здесь у нас получается пока не набралось до достаточно все потому что я чертов склад еды не могу построить ладно давайте пока так поставим хотя зачем мне такой огромный избыток еды его он ее сколько просто один склад не успевает ее всю вывести и перетянуть туда-сюда давайте хотя бы маленький где-нибудь приткнем вот тут маленький склад еды приоритету хотя бы так прочность 97 новый реквест чего вам надо говорит элис из научного синдиката шаттл хорон корабль на котором вы прибыли сейчас доках тикун а если мы его переоборудуем в нем поместится много людей намного больше чем в грузовом корабле меня восхищает то как он рассеивает тепло ну да уже земли с перелетал там как бы он рассчитан на эти дела в научной лаборатории мы подготовили проект мы можем разобрать и воспроизвести планы конструкции построить больше шаттлов весь экипаж может попасть на рому вопрос где чё стыковочно космические шаттлы для транспортировки людей ну давайте его очередь закинем на еще дом надо построить в секторе давайте сразу большой отсек так пофигу сюда приткнул или вот так вот так поставлю вообще пофиг электроники нет да а подожди электроника действительно нужно давайте тогда обойдемся тем что не требует электронику пока там поглядим сейчас все внимание сюда приковано давайте родные чините корпус как не в себя просто вроде должны успеть за 15 да 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 все нормально все сделаем это я сам виноват потому что ну блин это шлюз вкд все починили пошел ремонт уж ух блин это было жестко так еще и госпиталь вам вам нужен ребята не госпиталь вам знаете чё надо вокзал вам надо но у вас нет материал для вокзала поэтому ждите да и цель четвертого сектора просто забить его битком аккумуляторами вот и все чё как с работой у вас тут нормально все если я так сделаю нет сверхурочные тогда собственно надо было давно это уже предпринять почему я это раньше не сделал я не знаю из первого в третий только рабочие сколько там нужно человек 30 я переведу вот все из-за того что я понатыкал складов не учел численность рабочих случился из-за этого пожар и мы чуть нафиг вообще всю станцию не разнесли из-за одного пожара из-за одного недосмотра вот о чем я и говорил в самом начале что в таких играх очень важно иметь баланс соблюдать его без баланса тут просто вот раз и все и нет у тебя никакой колонии станции там как не назови а чё вы так вот не можете сделать что так вот еще можно сделать так грибочки за апгрейдили рабочие переведены прекрасно всех в работу о корпус чинь все эддон больше досаждать не будет но видимо нет прекрасно чё на ромуле творится пока ничего доставка ресурсов идет да почему так медленно что вам блин мешает так давай включим вот это отсюда капсулу везут и загрузит заодно я кстати отключил блин я отключил говорю криоцентры потому что нам пока не надо пробуждать людей возможно потом потребуется но успеем еще еще сто раз успеем хочу там аккумуляторы обрезал до коротко замкнутые туалеты мне нравится я такой не пошел ну чё там четвертый сектор авария где какая авария уже у вас произошла вы чего блин чего врете давайте я вам приткну госпиталь куда-нибудь сюда так экипаж корабля получил обширный опыт франциск умудрился прокачаться буквально на одном секторе это я понимаю нужно это достроят это не нужно то они соберут соберут и потом будем двигаться дальше постепенно какая авария в секторе один где диана покажите мне нету никаких аварий все спокойно планомерно строится так вообще зря эту дорогу снес ее надо вот так поднять до трех наверно или до пяти чем какими аккумуляторами застраивать нам нужно именно площадь закидать правильно нас интересует площадь здесь 49 здесь просто 9 но как бы по объему ресурсов не велика разница электронику подвезут нужен склад электроники нужен склад электроники допустим я его вот так вот поставлю разверну скажу хранить здесь электроник так что будем строить 7 на 7 огромные аккумуляторы вот так вот сразу втыкать их раз два три начала пауза 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 здесь понадобится еще один секс сто процентов вот так что ли установлю вот так здесь будет еще один склад мало ли чё по рабочим и нужно будет заселить еще наверное так по рабочим как узнать 5 5 5 это 15 19 не хватает 40 человек хватит вполне справится так колонизация готова как узнать а вот то есть я могу прям взять и построить прям вот так вот раз и по и готовы и полетели серьезно здесь вы наконец-то что-то закончили она мне надо вообще по моему она уже не имеет значения никакого вот это вот все что я сейчас делаю и зачем я вот это строю тоже непонятно но выглядит она прикольно какая-то огромная непонятная конструкция напоминающая наверное даже пусковую площадку для того же шаттла но это не точно установить прочность да 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 сейчас будет сейчас все будет успеваем здесь наука собирается еще так гребочки шлюз для вкд строительства быстрее во время движения корпус медленно не разрушается это все фигня цех давайте цех про апгрейдинг что нет склада со льдом чё правда что но я думаю чего у меня лед заканчивается оказывается его просто выгрузить не могут так это сейчас починят стали ушло просто очень много а пиранезе уже больше половины пути проделал до места сейчас мы немножко да починимся перелетим крому лу и я даже не знаю что дальше делать все ну типа да починились давайте сюда перепрыгиваем прощай рэм ты был хорошим другом нам еще сосуществовать долго и упорно как бы у нас есть люди которые изменили себя генетически они здесь живут они вполне мирные нам они ничего плохого не желают они просто хотят чтобы мы тоже жили вместе с ними стали как они но если мы хотим жить с ними но если мы с ними жить не будем они нет не обидится и поэтому вообще пофиг тем более мы будем в одной системе у нас есть уже космические всякие технологии и прочее 2135 колонистов что построить администраторский комплекс построить и шаттлы 20 штук ну это точно не хватит времени чтобы тут вообще без шансов совершенно прям сто процентов мне времени не хватит чтобы все это организовать доступно шаттлы 2 давайте по 2 строить полимеры есть сталь нужно так разберите пожалуйста это не зонды нужны а теперь мы прибыли кроме который я зонтами находил но мне говорили чувак планеты не существует это все ошибки откуда они нафиг знали вот блин как спрятать планету от человека до сказать что ее не существует ну блин ну серьезно как-то тут слишком все не так мне кажется прям ну совсем не сходится до планеты планета не очень но какая есть сектор 4 жрать хотят да все сейчас будет вы чего вот вам электричество все заработало снова здесь не помешает еще один склад для железа чтобы быстрее процесс шел ну и в четвертом секторе сплавы я сейчас выставлю где-нибудь на 50 чтобы везли и электронику где-нибудь на ну на двоечку как всегда ищи здесь установлены все а ну им надо будет еще как-то немного дать или пофиг их очень мало то есть они могут быть несчастливы заодно узнаем что произойдет за все время ни разу ни на одном аккумуляторе ни одного происшествия не случилось так алло все железо в третий склад срочно сектор вы чё блин творите сколько можно железо сюда срочно все за железом вообще охренели так на вулкане то чё мы делали что мы делали на вулкане мы а мы изучали сферу под жестким психологическим контролем применив протоколы команда смогла противостоять негативному все идите нафиг не трогаем франциск 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 дуй домой офигеть офигеть блин на последних секундах просто поймали ну тут будет следующий прием пищи и все нормально посидишь нафиг с вами капец можно было так упустить момент и куда вся сталь ушла почему у меня из третьего сектора сталь ушла я вот этого не понял я ее здесь не тратил хотя на жилой комплекс тратим так я же разбирал я тут постоянно туда-сюда все взад назад переразбирал перри собирал ладно неважно водород чё нам надо кремний ну тут у пиранезе имеется вот крем не есть пойдет подожди а где у нас там куча кремния было найдено а с этой стороны так чё там на вот сейчас будет завершено событие надо думать куда дальше двигаться но по науке так тут вообще без разницы от учебный центр колонии надо развивать потому что он нам сейчас должен будет 2000 колонистов бахну тогда вот это вот вообще зачем на но собственно вот куда все ресурсы ушли как и следовало ожидать все ресурсы ушли на постройку этой заразы полимеры не жалко полимеров у меня 500 штук электроники тоже более чем достаточно центр колонистов будем строить но со сталью я конечно да немножечко облажался администраторский комплекс построен энерго установки работают нормально система рециркуляции кислорода в норме в зоне поддерживается оптимальная температура 18 градусов кроме того мы собрали ценные данные по проблеме с выходом в атмосферу и отправили их на текун чтобы поддержать работа там наверху синдикат здесь будут производить еду лечить и вести научную деятельность 50 стали пока нету ждите нас тут за милочка вышла чуть нафиг на планету не упали эти вот это наверное с паузы сниму или нет не менее пока мы ничего не строим но кроме вот этой вот мелочи пока нам очень нужны сплавы прям максимально нужны сплавы это исследовать это в очередь поставить что они там обучение быстрее обучение быстрее учебный поток увеличен на 50 до 2 вот 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 учебный поток и быстрее на несколько циклов и еще и сразу 200 будем готовить за 1 то есть одной этой одного центра подготовки будет достаточно а пиранезе может в рэм врезаться я так понял на то и был расчет построить тысячу площади тоже нереально скорее всего надо было бы еще потом 2000 человек вот тут пропустить через центр биотехнологий что тоже я считаю невозможно нет я сюда точно этот аккумулятор воткну вот таким вот образом с этой стороны прям напрашивается ну и еще кстати проблема то корпуса в том что я открыл сектор и поэтому у нас возникли серьезные проблемы с прочностью в том числе вот такую саплю сделаем добьем все пускай достраивают сверхурочные откуда откуда у вас тут сверхурочные блин только рабочие 20 место жилого хватает до 64 влезает вот это интересно они провернули такой да это даже не как это внимание к деталям что ли то есть в начале игры даже еще до того как мы начали играть нас на шаттле везут сюда на текунь земли поднимают вот вот на этом вот шаттле и в конце он играет такую большую роль прикольно еще нормализовалась у нас производство этот на ремонт несется но более-менее живем давайте тогда сплавы назад возвращать тридцать 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 четвертый сектор 30 ладно 40 поставлю здесь где-нибудь 30 электроника было везде по 5 4 сектор тоже давайте 5 сделаем да так льда у нас достаточно более чем нужно железо железо возят молодцы причем у все его возят молодцы и добывают тоже все и не так уж и далеко это железо находится кремния если надо ковырнул все отлично так чё там последний науках по колонистам и я хотел что-то что-то пожарных я хотел улучшить не то чтобы это сильно надо но пусть будет похода атомную станцию мы не построим но и пофиг на нее я считаю так тут как делишки продолжаете по-любому продолжают так это наверное нужно отрубить что делать с капсулами их тоже пробуждать надо или как или мы можем высадиться а потом спокойненько не спеша уже на планете пробудить ребят сказать просыпайся тебя даже это ну ты и соня да да тебя даже вчерашний шторм не разбудил и вот это вот все так 4 4 склад или доставить зачем как-то здесь не так и не так когда этот склад был пустой надо было его разобрать что я не додумался на тот закуток можно и так конечно оставить но склад очень сильно мешается тут его так развернуть надо здесь есть восемь клеток ровно восемь склад 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 сколько сюда влезет три штуки точно тут массовую перестройку я так и не закончил уже и не хочется знаете уже как-то по барабану сколько шаттлов 10 еще два в работу прочность корпуса держится корпус держится у нас шлюз вкд там только строительство можем ускорить а скорость ремонта у нас максимальная сейчас только если еще один шлюз строить ну вы сами понимаете не варик вообще так 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 технология доступна пожарка чё вам еще обрядить я не знаю больше нечего прям совершенно нечего обрядить больше научный корабль добытчики ну как-то блин площадку дронов улучшать давайте площадку дронов на остатки науки будем поднимать застраиваем аккумуляторы сектор 4 все недовольные озлобленные но давайте им поднимем настроение сколько надо минус 3 да то есть тут нужно центр прослушивания воткнуть как не будете полин я не знаю как его тут тыкать вот так раз два три четыре шесть семь будет короче здесь будет большой аккумулятор так сделаем перфекционисты страдайте мне нужно максимум площади полезно пока паузы можно оставить аккумуляторы не считаются ничем поэтому чё здесь ставить законодательное закрепление ставить у него 6 на 6 размер искус стоит подготовить клонистов присоединитесь к штангитам на рэме с помощью центра биотехнологий построили дурындует 10 циклов процесс адаптации ну тут как бы два варианта я выбираю более сложный будем высаживаться я считаю надо я считаю что надо так сделать давайте попробуем построить синдикат через первый опять же сектор это мы вырулим сейчас его отключить не могу но он ничего и не потребляет колонистов присоединиться к штанге там это все слишком как-то навязчиво знаете преподносится лед не буду вывозить главное чтоб железо было железо есть стали литейка у нас тоже максимально заапгрейджена так что скорость производства железа у нас на уровне добычу надо ускорить на эти ускорим добычу быстрее быстрее да вот это вот надо ускорить чё по кораблям они типа мешаются или нет они мешают ну да пока идет строительство здесь же никто не сможет что вы делаете блин прекращайте не страдать стали есть самое главное вот вот приоритетов в секторах между секторами приоритета настроить нельзя вот это плохо то есть я бы максимальный приоритет поставил сектору 3 при прочих равных количествах ресурсов на складах ну вы поняли как то это неправильно на мой взгляд так ну тут сейчас нормально все будет следим чтоб все было путем где колонистов обучать будем сюда может приткнуть получится не получится сюда нет здесь вот этот вот огромный склад 720 вот блин вот отсюда надо выкинуть куда-то этот склад выкинуть его никуда не могу пробудить народ 720 тел у них селить негде так то можно попробовать конечно пускай будет не знаю что из этого получится пусть просыпаются идут работают что-нибудь делают так второй сектор что у нас с шаттлами 14 есть не второй третий да они же к третьим строятся раз два три раз два три ну да вон очередь три штуки она как-то не очень работает но она есть что дальше надо думать где центр колонистов втыкать размер у него 9 на 9 да я пожарку выпилить отсюда вот этот дом я считаю не нужен так так давайте его на разборку отправлю да место есть пожарку я выпиливаю отсюда она по сути не нужна это я тоже выпиливаю потому что пожар произошел вы видели из-за чего исключительно из-за переработки жилье временно можно сюда закинуть косяк ну ладно хотя мне ничего не мешает отменить здесь здесь же аккумуляторы должны быть массово построены раз два три раз два три 4 5 6 вот так сделаем это снесем здесь поставим вот так вот сюда у нас лезет аккумулятор еще плюс 9 клеточек все центр прослушивания сейчас достроят шаттлы достроят синдикат в процессе да работа ведется ну как бы все вот это все сносится и сюда мы воткнем центр колонистов он как раз идеально подойдет ему нужна только электроника и неработающие люди но если я ему поставлю автообучение то и буду сюда просто закидывать свежее мясо а колонистов отправлять отсюда нафиг то все в порядке кстати написано колонистов нужно меньше обучить уже почему-то численность их стало меньше я не знаю почему в чем проблема стоп к этому складу есть доступ а семен семенович а как же вы его заполняли тогда я ничего не понял как они тогда склад заполняли чисто дронами что я ничего не понимаю но ладно как то так она работает так подождите если мне хватит одного склада остановитесь не надо никого будите все стопы будем отсюда работать все сектор 4 нормально пропаганду бахнуть и вообще будет огонь если я вот это выключу нейтрально включу ничего не меняется прекрасно все работает все прекраснейшим образом работает рабочие есть все есть но теперь только ждать как там пиранези почти в рэм врезался мы бы не успели ни сюда ни сюда в любом случае это нужно заранее знать что тебя ждет в конкретном секторе здесь да заранее накопить кучу энергии либо заранее построить эти аккумуляторы сразу и написано подготовьте колонистов то есть в любом случае колонистов нужно еще массово делать я конечно догадывался что их нужно будет массово делать но все равно лед до хватает углеродов хватает крем не нужен крем не есть на самом деле пока забьем железу нужно нужно железо спасибо и добытчиков нужно улучшать улучшать трудится не сообщается со складом отходов так у нас проблема с отходами господа предлагаю построить здесь построить предлагаю вот только где она вообще никак никуда никоим образом не влезает надо отсюда сносить памятник два дома тогда сюда влезет мусор переработка а могу ли я себе позволить снести два дома да легко раз два минус памятник памятник мы сразу поставим это у нас какой памятник совету мордука а я не могу его поставить пока его не сломали ладно просто ломайте его тут у нас плюс четыре счастья так что памятник там не сильно роляет переживут как-нибудь заодно получим дополнительный ресурс так у нас там шаттлы сейчас будут готовы и у нас готов синдикат сельскохозяйственные системы работают нормально госпиталь готов и укомплектован научные лаборатории оборудованы всем необходимым уже больше половины работы по колонизации выполнено так построить опять аштангитский комплекс обрабатывать ресурсы обслуживать наши суда технику и инфраструктуру давайте колонисты есть 110 штук еще в запасе вперед занимайтесь а я еще думаю что так тихо мы же эддон выключили теперь нам никто в уши не жужжит это и хорошо и плохо одновременно строить сейчас чуть-чуть ресурсов под накопим и заживем сносится то сносится некуда отходы девать вот это прям беда это прям неприятно конечно да мордука сюда дома вообще не нужны а мусоропереработка очень нужна и наверное это будет сталь потому что или электроника сталь если что я могу первые аккумуляторы строить без стали мы не выжимать чате чате без электроники мы проживем без стали мы не проживем ну все молодцы мусоропереработку сюда выставить пока не могу выставить ладно рабочих то хватит да по-любому что дальше еда еды полно железо полно на самом деле а вот полон склад железа его капец не хватает ну тут как бы вот мы сейчас сделаем так чтобы его хватало и заодно решим вопрос с отходами которых накопилось чересчур много это несмотря на то что грибные стены работают просто как не в себя здесь же выключенную утилизацию конечно выключить но я же не совсем я ее тогда включил разок с дуру остался совсем без так мы же строим да мы его строим отлично третий сектор ну тут все уперлось в отходы я же уже могу построить нет не могу а могу строим вот куда мне сейчас вся электроника пойдет значит мне нужно кого-то за кремнием послать кремний вот он есть но сейчас весь приоритет на далековато он находится ладно пусть один кораблик пойдет сюда и за кремнием полетает у нас колесница кали и на котором за кремнием полетает что там по сверху ручкам все в порядке да отлично четвертый сектор пока ждем не тратим ресурсы сейчас все будет ща мы постепенно все застроим а пиранези воткнется в рэм и наверное нам покажут мультик как он таранит целую мать ее планету о прям как на заказ откройте глаза администраторе и узрите глядите как я освежаю перспективы вашего будущего и хватит лишь на ассимиляцию у меня в кишках видите насколько ничтожна планета перед совершенным созданием и дальше то что то есть ты сейчас сломаешь рэм но потом крому лу полетит же если выживет но это не точно у нас тут как делишки 20 шаттлов есть построили да так обучать автоматически у нас что получается 200 колонистов за три цикла использую одну электронику это капец как выгодно но есть нюанс у нас нет неработающих людей здесь поэтому будем переводить постепенно неработающих так сначала из 2 сектора 6 отправим нерабочих 47 подровняем немножко из первого нерабочих 94 6 тоже подобьем а из 6 200 ровно как раз пачку из 6 в 3 полетели вот они придут их обучат я их обратно перекину и так вот мы будем туда-сюда их перекидывать каждую при циклу есть другой вариант конечно построить ее здесь но времени это займет очень много либо разобрать вот эту хреновину раз она нам не нужна офигеть чуть целую станцию не потеряли из-за вот этой вот байды и теперь нам приходится ее разбирать вот именно поэтому я не хочу ее разбирать что получилось еще не закончили сейчас закончен возможно так и было задумано разрабами то есть пиранезе в любом случае втыкается в рэм паника паника мы без планеты что делать куда бежать как быть и тут нам подсовывают ромул и мы его быстренько разруливаем и заселяем безо всяких генетических изменений но это не точно построен завод все на сталь целом можно его на электронику один пустить все пусть трудится процесс идет отлично здесь можно продолжить 200 переведи подожди а как обучение ведется не понял а колонисты обучаются 0 что за бред вы в пустую что ли включили обучение ничего не понимаю что происходит зря я это нажал но вроде так как не тратится наука то есть просто цикл обучения идут один за другим но если никого нет то и нет нифига не понимаю так не работающих по нулям здесь 200 здесь 1783 не совпадает кстати ничего нифига не совпадает настраиваем интерфейс добывают быстрее быстрее там скорость добычи сейчас будет нереальная просто да достаточно быстро ковыряют молодцы я ничего не понимаю вот 200 пошел процесс отлично в сектор 4 новый указ пофигу построили аккумулятор у нас пока нет железа поэтому ждем прочность корпуса у нас на грани я имею ввиду баланс а пиранези сейчас воткнется в рэма и будет гейм овер да как бы мне не пришлось всю главу переигрывать есть комплекс на многофункциональном заводе можно будет преобразовывать сырье ромула в пригодные ресурсы ангар для судов и помещения техобслуживания работают нормально только что родился первый человеческий город на ромуле было бы очень круто если бы разрабы может быть в качестве dlc или просто какого нибудь бесплатного обновления добавили возможность вот этой вот постройки города на ромуле с тем же тетрисом и нет может на текун возвращаться а тут как бы все сейчас будет жопонька простите ребята я не специально это все сценаристы следуя вот это ну и чё там аккумуляторы так ресурсов маловато ждем пока появится ресурс рэм превратился в кусок стекла пиранези уничтожил планету на ее поверхности больше ничего нет а то есть он вот так это сделал ой 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 ребят если так то у нас проблемы серьезные прям офигеть какие серьезные проблемы давайте что ли стали литейку строить я что-то думал он врежется а он то он не врезался вот зараза здесь можно стали литейку воткнуть тогда я бы сказал нужно сколько места семь да давайте сюда заложим большой акум прокинем вот так дорогу блин вот так напрашивается и поставим здесь еще стали литейку блин я не знаю здесь нужен будет склад для ресурсов наверное малый да для железа который будет сюда перевозиться постепенно еще не помешает здесь конечно же вокзал пауза пауза это пока не пауза занимайтесь вокзалом у нас проблемы но теперь кромул улетит 0 0 в смысле а чё а понял я думаю как-нибудь переживем меньше цикла о колонистов так обучили да обучили колонисты из сектора 3 в сектор 6 200 поехали в обратном направлении из 6 3 не работающий 200 поехали жестяная жесть какая-то просто просто лютейшая жесть вот это вот прям неприятная гонка со временем началась 1642 у нас численность необходимых обученных колонистов постоянно снижается но это нам не поможет то есть нужно вот застраивать срочно срочно нужно застраивать вот эту шнягу красивая постройка базара нет но ее нужно разобрать извините так 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 продолжить продолжить железо четвертый сектор включить везите сюда а пока не можем подожди можем же я же нас начал да вот 120 а все 120 сюда завозите работнички нужны для работничков нужно жилье ставим какой-нибудь автоматизированный комплекс жилой не нафиг его ставим обычный и сюда нужно будет перевести еще человек так а че ага 30 то есть нужно будет сюда 30 человек перевести переведем пусть строят но на паузе чтобы не тратилась рабочая сила чё делать чё делать чё делать я не знаю мы нифига не успеем все рэм уничтожили да лабу можно вырубать она не нужна так колонисты переведены нерабочие переведены процесс обучения по нулям не буду автоматически его проводить потому что трата времени что еще я могу сделать здесь да ничего я больше сделать не могу ща в шестом секторе вот эту штуку разберут когда-нибудь так третий максимально четвертый вот так во втором надо оставить хотя зачем она во втором чуть-чуть ну те же 30 да чё я тут всё нормально занимайтесь сырья навалом всего навалом кремний едет лёд плавится нам в любом случае его на очень-очень долгие годы хватит льда на него можно забить идите занимайтесь кремнием потому что единственное что сейчас нужно добывать только вот вот это вот наверное я на игнор поставлю потому что сюда очень далеко гонять и попробую еще железо найти или подожди подожди железо все вообще да у нас тысячи тут напихано льда надо найти льда просто чтобы был ну вот же он и от столько сейчас нащупаем ну или можно вот так даже ткнуть и не париться ну типа там не весь не весь еще даже лед как-то так и перевозить лед да через второй сектор нормально будут таскать ну и электроника что а там авария все нормально отходы кстати нифига не кончаются их продолжают свозить отовсюду все 200 человек пошло нет все таки блин я не успею с этим микроконтроль короче нужно все сейчас сосредоточиться на колонистах и на аккумуляторах максимально так здесь еще нужно будет склад для отходов где-нибудь здесь кофиг вот так пусть будет сказать что он для отходов но я пока отключу ну вы поняли есть у меня ощущение что мы нифига не успеем пиранези слишком быстро а мы слишком медленные так другие сектора давайте строить все подряд шестом вот сюда влезает я давно хотел это сделать время настало аккумулятор сюда бам а этот домик он не будет ругаться что у него нет контакта с ой я слишком перекрутил здесь аккумуляторы большой влезет куда-нибудь из-за этого склада он никуда не влезает давай маленький спамить давай спамить маленькие аккумуляторы они здесь собственно и были сейчас опять все железо будет у нас потрачен пока хватит так колонисты обучаются меньше цикла осталось не работающий из шестого 2 200 переселить работающих из 2 4 40 человек пусть будет переселить мы запустим вот это это достроит переработку обходов нужно будет включить да удивительно но сектор все еще нейтрален что у нас по ресурсам вроде хватает процесс идет у нас очень много стали вот здесь накоплено ее вывозят постепенно наполняют аккумуляторы надо наспамить здесь ну прям беда бедовая слушать здесь еще можно больших аккумуляторов на втыкать 40 рабочих переведено а 200 пока в процессе понял колонисты готовы ну ё-моё а как отменить не успели они переехать из 3 в 6 колонисты 200 начался блин микроконтроль мать его ну может быть и успеваем но это не точно так четвертый рабочие переведены запускаемся запускаемся в работу и давайте строить здесь мать его аккумуляторы прям вот огромные громадные аккумуляторы для начала вот так здесь два марта это никак не разберут это построено здесь сейчас все доделают первый сектор чё постепенно урабатывают но в первом секторе сплавы а нет не на нуле трансфер ресурсов идет здесь у нас в Челябинск так что все в порядке работающие и не работающие чё как дела 200 неработающих есть может еще 200 закинуть короче давайте наверное я поставлю два жилых комплекса один путь один чёрт с ним путь чёрт с ним путь и еще 200 сюда закину народу блин ресурсы сейчас улетят паузы сейчас все ресурсы туда-сюда летают это тоже нельзя делать все пошло обучение колонистов сколько по времени происходит трансфер интересно так работа кипит мусор мусор четвертый сектор вывозить нафиг весь мусор в первом и втором должен храниться но его переполнение так а чё это вы везите все во второй нафиг и в первый а вот и все вопрос мусора решен давно надо было так делать давайте из 6 3 еще 200 человек сразу накинем не будем дожидаться по рабочим все оптимально прекрасно это они все никак не разберут на ремонт на ремонт хватает еле-еле с трудом восстановили первичную прочность постепенно застраиваемся аккумуляторами 825 из 1000 ну то есть совсем немножко осталось 834 из 1000 но у нас сталь прямо на нуле конкретно так на нуле пиранезия в пути льда точно хватит железа да и всего остального точно хватит уф ну чё ждем тогда нам остается только ждать вот они переведены не работающие но сейчас меньше чем за цикл мы отсюда уберем колонистов процесс 200 пошел из 3 6 только колонисты 200 до вперед валите отсюда чего в четвертом отсеке по сплаву не нужно так много совершенно не нужно 892 всего сотни нужно поставим здесь 5 на 5 парочку это 50 и парочку тут прилепим пусть застраивают все вот этого должно хватить а еще один маленький но вот здесь два маленьких настроиться со временем все будет так площадь аккумуляторов есть колонистов нет все уперлось в долбанных колонистов давайте тогда вот здесь вот поставим вот эту штуку и будем обучать колонистов вообще в 2 так мне нужно 200 нерабочих уже из 6 в 3 обратно а этот микроконтроль это отменить нафиг оно не нужно чё как ага он очень медленно летит отсюда сюда он летел гораздо быстрее ну и главное чтоб хватало ресурсов на ремонт корпуса вот это самое непосредственно важное ну мало ли ракету пустит у нас а мы ее собьем вдруг сработает но это не точно конечно так просто мы переселение один сектор за цикл но они же не пешком идут то есть вокзал как-то это ускоряет а насколько ускоряет нам не говорят поэтому я даже рассчитать скорость трансфера не могу но железо у нас закончилось прискорбно все железо осталось в третьем секторе и немножко во втором во втором она производится электронику всю угробили нафиг тут прям вообще жесть так в третьем секторе 40 человек бездомных а чё по рабочим давайте 50 рабочих мы из третьего куда-нибудь в первый перекинем освободим место обучение не ведется нет электроники потому что так колонистов 200 есть из третьего шестой колонисты 200 полетели что там с площадью аккумуляторов застраивают постепенно медленно очень но застраивают центр здоровья опять поломали что вы за упыри лабу давайте разберем лабу разбирать нельзя перебор лабу точно разбирать нельзя склад вот этот можно разобрать нафиг что еще пошло обучение 200 колонистов давайте из 6 3 еще не рабочих 200 сразу поехали чего у вас тут как медленно очень копится понятно нам но очень медленно все это застраивается но сейчас с аккумуляторами закончим попроще станет сейчас немного проще будет когда закончим аккумуляторы как же это все меня уже нервировать начинает а вы просто не представляете но ничего не поделаешь так колонисты переведены оттуда сюда не работающих 200 есть ждем когда появится 200 колонистов появятся они через полтора цикла окей еще как тут дела начинает прибавляться да вот сейчас крайний последний аккумулятор будет достроен нам надо будет колонистов этих массово массово конечно отмечать так сейчас будет готово 200 колонистов я пожалуй из 6 в 3 сразу направлю 200 сейчас подъедут есть тысяча аккумуляторов зарядка сейчас будет все есть с 3 в 6 вот это вот протыкивать каждый раз капец неудобно было бы неплохо если бы имелось возможность это настраивать здесь пока не скоро достроиться что у нас зарядка как идет до 4 и 6 сектора могут просуществовать особенно 4 142 цикла на подзарядке просто офигеть зарядите аккумуляторы 200 неработающих переведено в 3 процесс идет то есть идет обучение и здесь сейчас 400 неработающих 200 в обратную сторону едет давайте достраивайте эту байду все достроено чё дальше чё там обучение 200 и еще 200 в запасе имеется отлично наконец-то я выработал некий запас все осталось достроить наконец-то и они будут автоматом здесь обучаться в два раза быстрее хотя осталось всего-то 4 цикла обучения ух сколько бы времени этот видос не занял я добью это до конца тут просто нельзя останавливаться иначе потом плохо все будет обучать автоматом доступные тысячи сейчас сюда электронику закинут и пойдет процесс тут как дела чё новое ага так из 3 6 6 200 колонистов поехали с 6 3 не работающие поехали в обратном направлении да это было очень жестко кстати можно храм поставить здесь он увеличит немножко максимально прочность корпуса хотя зачем пофиг пофиг на эти храмы кстати в четвертом у нас везде культ корпуса это тоже неизбежно тут очень многие вещи представлены как случайные события но по факту они неизбежны для сравнения в том же пресловутом фростпанке некоторые вещи могут не произойти либо мы их можем проигнорировать либо еще что то сделать то есть вот вот этот вот момент как то не то чтобы не учтен но он реализован крайне странно нас тут немножко почему 182 сколько нерабочих осталось 383 человек ну будите тогда неработающих я не знаю да колонисты переведены так 400 нерабочих здесь 384 здесь 200 сейчас будет обучено 400 там и того 600 да нам нерабочих не хватает офигеть нам не хватает теперь нерабочих людей ну как так рабочих колонистами делайте я не знаю чё как дети малые но все сейчас тут колонисты до обучиться их переводить никуда не нужно они здесь останутся нужно еще 600 200 тут и почти 400 ну вот именно что почти и это меня напрягает ну сейчас разбудим их чё вот таким вот образом нехитрым по жилым местам 680 480 560 то есть здесь 680 ставим здесь ставим 480 в третьем секторе 560 560 480 здесь 2,5 тысячи только неработающих и тут соответственно то же самое 560 сюда 2,5 тысячи напихиваете битком сейчас народы напробуждают массу ну и все на этом или чё или можно еще пачечку отправить да не не успеем да и уже нужды нет никакой пиранезе на полпути кромулу а ну чё давайте давайте уже время ускорить может обучение не ведется никак не наберут подожди смысле ребят не работающих только в 6 пожалуйста 7 из 2 6 валите отсюда с 1 6 12 так пошло обучение колонистов и в третьем сейчас будет закончена да все завершено вот она последняя пачка колонистов этого вроде как должно хватить но на всякий случай мы сюда народ сейчас напихаем как селедку в бочку жратвы хватает чё бы нет заодно хоть немного освободим склады от капсул лед у нас аж вот здесь забита все битком нормально мы все сейчас дожидаемся вот этой вот и и еще надо обучайте нафиг 63 еще пачку надо обучить обалдеть аппендикс глаза мозолит обучение не ведется на ну все норм но почему было написано что ведется обучение когда было их там сколько их там было 00 ведется обучение да какого хрена никого обучать обучение не ведется все просто же должно слушайте хорош будить я понял в чем прикол они каждый раз новых колонистов находят и заставляют обучать с первого шестой 39 из 2 осталось тут сколько сейчас закончится трансфер 85 авария да мать твою ты серьезно прям вот сейчас тебе понадобилось аварию производить здесь да мысль чё скоро без планета останемся на которой можно жить будем на пиранезе куковать тогда хренеть вы придумали 94 неработающих обучается 63 я не понимаю как 2145 обучить как это сделать алё вот сейчас они до обучаются да вот готово а ну вот последние 30 все то есть я сам себе хуже сделал когда начал их будить я что-то подумал что нужно обучить типа больше чем требуется но по факту это было сам себе лишние три цикла час подгадил украл сам у себя пиранезе уже прям вот совсем на месте ну все давайте заканчивайте уже и будем отсюда валить нафиг ну и собственно можно начать небольшие итоги подводить можно было тут заигрываться гораздо больше можно было открывать все шесть секторов можно было все застроить можно было все изучить наука позволяла ну хотя нет совсем все обучить изучить не вышло бы но скорее всего мы так большинство технологий выучили если бы я лабу не отключил то хватило бы науки в любом случае плюс мы бы много времени потратили явно бы новое нагенерилось тут вопрос в другом необходимо ли это то есть моя задача была когда понял что есть прям вот капец как для долго все затянуто можно копаться гриндить и вот это все я сразу решил пушить сюжет основной и установить для текуна курс прямо туда колонисты чё пожалуйста установил курс это все это финал очка в общем я решил пушить сюжет потому что ну чтобы сэкономить и свое время и ваши потому что смотреть на гринд не всегда интересно тем более в записи они на стриме каком-нибудь на стриме я процесс гринда вообще осмотрим мультики администратор если вы слушаете эту миссию это значит что тикун достигнула его destination despite the unpredictable параметры что фрагировали улучшение его путешествия крюки находили новый дом если один планировали или другой собачка Субтитры делал Субтитры делал Субтитры делал Субтитры делал Субтитры делал Субтитры делал